Hey guys, с вами Inmate Ice Night, друзья, мы продолжаем следить за Юго-Восточной Азией, первый дивизион, у нас матч между командами Execration и SMG, и после того, как только что Neon у нас умудрились обыграть Team One, ситуация достаточно серьезно изменилась, она стала более запутанной, но об этом чуть-чуть поподробнее еще поговорим. Я напомню, что у нас продолжается комплекс комментаторов, в котором я принимаю участие, и вот сегодня буду первый раз комментировать с Inmate, привет! Здорово, здорово, здорово! Что думаешь, у нас здесь есть как таковой фаворит Execration или SMG? Да хочется сказать, что Execration на самом деле, типа, ситуация 2-1-2-2, поэтому в моем понимании это вот монетку подбрасываешь, кто-то выиграет. По драфту посмотреть, я думаю, в первую очередь. Ну давай тогда сразу прикинем, что у нас тут появился, у нас тут Квапа Огр, Бейн Бистмастер, я думаю, здесь вряд ли что-то такое серьезное будут в плане того, что мешать персонажей как-то по линиям, по позициям. Наверное, все-таки Квапауна Смит, Огр 5, снизу Бейн 5 и Бист 3. Думаю, да, похоже на то, но много было вариантов того, что может появиться какой-то герой, который типа закрывает Бистмастера на линии, вот знаешь, там эти вот Инча, например, которые только что забанили, есть такие любители, и в таком случае он мог уйти в центр. Потому что стоит, тут у нас Немига любит так играть в СНГ, постоянно берут Бистмастер на открывающий, если вы не забанили, и дальше двигают его в мид, если вдруг его на линию пытаются прикрыть. Если уж говорить про СНГ, тогда и Гидр тоже любители поиграть с Бистмастером, там чуть ли не каждую игру, по крайней мере, опять же, пока они проходили на БиФС. Ну там нет Бистмастера в центре, я скорее про это, типа Немига как раз-таки именно слапает его, то есть она берет и там или-или. Вспомнил, да. Ты имеешь в виду то, что они могут этого персонажа флексить по позиции. Да-да-да, то есть здесь Бистмастер говорит, что он, скорее всего, пойдет в тройку. Я согласен, но вот есть команды, которые немножко по-другому строят драфт, тогда опции остаются. И видишь, судя по бану и ничей, они даже допускают, что Огр может пойти на четыре, гипотетически. А ты давно видел Агров на четвертой позиции? Слушай, хотел бы сказать, что в прошлой игре, но он был совсем плох. Я скажу, что я даже Агров на центр видел, но это все было в паблике. Ага. Я даже лично пошел со своими тысячниками играть, типа мы взяли Огр 3 плюс Снайпер 4, вообще без шансов разнесли. Боюсь представить, что там было, но хорошо, интересно это звучит. Что касается банов еще, помимо инчи, у нас в первой стадии Вивер, Баратрум и там же ОДС Марса. В принципе, у нас Марс в первой дивизионе самый популярный персонаж на данный момент. Ну, опять же, не включая матч Neon Team 1, пока статистика не обновилась, его брали 16 раз, но винрейт у него, ну, я не сказал бы, что прям хороший, такой он чуть ниже среднего, 44%, если округлить. И, по сути, у нас действительно он чуть ли не в каждом матче, как и все эти персонажи, которые в первой стадии ушли. И какие-то флексицы из них, какие-то нет. Марс и Мид 3, Вивер у нас вообще на любую позицию заходил, наверное, кроме Миды, я не видел Вивера в Миде. Бара тоже на любую позицию, но ОД больше все-таки тройка. Ну, так, но в центр тоже ходит, и Кэрри ходит. Можно сказать, что он тоже на всех трех позициях возникает. Так, ну и что у нас? Не хватает много чего, да, команде экзекрейшн. Я бы в их случай задумался над тем, что по-хорошему он в попа, типа, здание особо не бьет, Ограмак тоже немного не об этом. Было бы неплохо кого-то героя добрать. Против, уже есть бестмастер, уже есть кабаны, ауры и все прочее. Доминатор 2. Знаешь, я вот сейчас смотрю, по поводу того, что Оград действительно есть на четверку смещать, можно бадончик против Финсгрифа, против Фрора, ну, окей, вряд ли. Вряд ли, вряд ли, но руби хороший вариант, потому что у Байны гарантированно ультимейт воруешь. Долго время по игре. Ты в бестмастер, ты не укради, и все полезно будет. В бестмастер, да, 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 то есть, и плюс некоторых героев ты закрываешь, которые могли бы появиться. Ну, вот и является Гримм, сразу с ним Эмбер Спилит, как связка. Имба, кстати, связка. Ну, вот я смотрю на этого Гримм Строука, знаешь, у меня всегда, в первую очередь, как только этого героя добавили в доту, у меня сразу в голове, так, какие комбинации можно с его ультимейтом провернуть, какие дабл способности. Смотришь по драфту, есть дабл Рор, есть дабл Финсгриф, но сразу один нюанс. В проиграх, сколько бы я ни видел, обычно все идет не в попад, уже Рор был Оден, Финсгриф был Оден, только после этого Сулбинт чисто как привязка идет. Да, ну, тут смотри, вот у нас есть такой персонаж, как Гримм Строука, у которого не только же ультимейт есть, это во-первых, во-вторых, у него очень круто, сейчас я открою просто, чтобы в голове вспомнить, да, у него этот, шарт, бафает тебе Инксвелл, очень крепко, да, и вот у тебя таланты дополнительно идут, типа, на Венгард, и то есть он, по идее, герой, который и отпушивать может, потому что с этим у них до этого были небольшие проблемы, если бестмастер без загонима, вот, и самое главное, опять же, такие дощиточки на Эмбер Спилит, и все, у тебя герой, который гарантированно доставляет его прямо в центр соперника. В принципе, это получается еще допсала, тоже, ты не даешь копию блинкануться, но опять же, если она без БКБ вдруг играет, там, захочет Каю, Саша, а, она с темпларочкой, но она все-таки, наверное, в легкую пойдет, хотя с Квапой могут свапнуться. Ну, я бы свапался, я бы сделал тройку Квапу, центр и темпларку. А то танковать будет Огр? Огр будет идти вперед у тебя, если Квапа Три, она же явно танковать не сможет. Темпларка, типа, идет вперед, Огр идет вперед. Тут скорее вопрос в том, что, типа, если темпларка вдруг неожиданно реально центр, то ты свапаешь ее с Квапой, ну, чисто гипотетически, а и тот, и другой одинаково стреляют от Эмбер Спирита, потому что Флэмгард сжигает тебе рефлекшн буквально за секунду. Ну, Ланая, чем хороша против Эмбера? Она может его не качать, ну, качать, но, по крайней мере, ты не надеешься на то, что сейчас щит будет как-то спасать. Ты его берешь ради урона и просто с Мэл добьешь Эмбера. Согласен. Ну, посмотрим. Пока, конечно, СМГ мне нравится драться чуть побольше все равно. Я думаю, сверху все-таки нет тройки, а снизу, наверное, Кэрри, да? Уж тут очевидно. Думаю, ну, снизу очевидно, да, сверху посмотрим еще, что есть вариации. Просто СМГ тоже могут Кэрри и Эмбера сделать. Какая-то разница, где герой заработает шестой, где он заработает денег. Лишь бы линию мог постоять. То есть раньше, если ты помнишь, у тебя и триплой ходили в сложный, то есть какая разница, если ты можешь себе это позволить. Потом также уходишь. В принципе, это самый популярный герой, Эмбер. Они его 9 раз брали. И, ну, опять же, 50-50, учитывая в целом результаты команды, да, пока за последний месяц. Но, в целом, все-таки, чаще всего он отправлялся в мид на Кэрри. Сейчас посмотрю, вообще, брали они его или нет. Ну, слушай, у нас эти ребята из него тоже тинкер особо не брали, раз и взяли. То есть никогда не знаешь вот заранее. Но, статистически, они, да, типа, этого обычно не делают. Но, может быть, сегодня будет тот день, когда возьмут и исправят былые оплошности. В целом, у нас есть какие-нибудь интересные из Кэрри. Это морфлинг, ВК. В принципе, сейчас, знаешь, вроде бы как мета особо ничего не меняется. Патч до сих пор не вышел новый. Но все равно команды что-то пытаются изобрести или вспомнить то, что уже немножко было забыто. Ну, сверху есть Огр, который дает тебе возможность с Будуластом кучу героев дополнительных открывать. Снизу то же самое Энербист есть. На самом деле, получить больше, чем ничего. Опять же, хочется просто лених, чтобы стоять. Снизу 2 БКБ контроля, то есть просто таргетный дэмэдж какой-то добрать. Сверху ребятам есть его тройка, то им реально не хватает какого-то контроля. Темпларка без контроля, Купа без контроля, Огр таргетный. Какой-нибудь АОЕ предлагаешь, типа, от Хантера? Ну, что знаешь, да, да, да. Что-то, типа, вот Энигму бахнуть, я не знаю. Энигму? Не, ну тут сразу сбивайтесь. Ну, Маглос, хочется прям вот много, чтобы захватывал. Ну, тогда либо это Тайт, либо... Здесь Тайт, кстати, нормально, да. Ты в него и Финс Грипп и Рора давать не хочешь, с него смоется все это. Так что Тайт здесь прям хорошо. Тайт нормальная тема, хоть его и Грипп Срок подушивать. А это еще только минус арбор, смотри. Они пойдут Рошану убивать, я не знаю, на минуте 15. Могут и раньше, кстати. Ну, сейчас снизу ребят тоже могут подумать о том, что линии в целом неплохие. Поставить Бэйн, таки, с бисмастером, сделать Гримп пятерочка и добрать кого-то Урсевича, который тоже будет прыгать. Это будет очень грязно, у тебя будет очень много урона в early-mid-гейме. Противник реально, то есть нападаешь, бежит медведь под ультимейт, вылетает Ember Spirit, рывается бисмастер, и ты вообще драться не хочешь. Я вот смотрю, какие у нас тут еще тогда варианты, если я думал всяких хардкерри предложить, но вот помимо Урсевича, в принципе, еще на темп... Что у нас, в ВК не хочется, наверное, против зеркалейт? Да можно, можно ВК. Можно просто хардкерри взять и не париться. В этом же и прелесть. Сейчас надо запариться. В этом же и прелесть того, что у тебя вот есть возможность как-то дожить до лейта, а в лейте вот попробуй это перебей. Эмбера, террора, под двумя бкб-контрольниками, у тебя их ноль. Вот что могут сделать экзекрэйшн? Напасть на какого-то героя, он жмет бкб и как бы все. Есть лучше идея, чем Тайт или Андерлорд? Тимбер, не знаю. На самом деле нет, 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 Тимбер плохая идея. Да, Андерлорд хорошо. Тебе, если у меня было грима, все было бы хорошо, но грим есть. Так, я посмотрю, что там из тройка не чаще всего брали. Экзекрэйшн, разор, кентавры брали, пако, ну пако скорее в мид брали, бетик. Так, все, как, ну, самый оптимальный вариант. По пику, наверное, чуть больше SMG, но экзекрэйшн, если в принципе задать. Давай так, я бы сказал, что SMG чуть-чуть больше мне нравится, но учитывая то, как складывались у них игры, особенно последние, как они дико заливали, что-то я в SMG совсем верить не хочу. Бывают успешные, бывают неуспешные игры, не знаю, я верю наоборот в SMG, поэтому будем с тобой за разные команды болеть. А вот давай, так интереснее. Ну, вообще, если в целом говорить уже не по драфту, а по игре, раз мы с тобой разделились, тут на самом деле про команду, что про одну, что по другую, много чего можно интересного рассказать. То есть, наверное, самое любимое, то, что любят, особенно в чате многие роботяги спрашивать, это про ранги игроков, если, опять же, актуально. А мы можем прямо сейчас посмотреть. А, да, мы же с DotaTV. Мы же с DotaTV, смотри. Ну, знаешь, уже привык, что в лобе ты не можешь посмотреть, начал себе выписывать заранее, да-да-да, мы же с DotaTV можем посмотреть просто. Ну, сейчас тебе прогрузится, пока нет, но я открою себе. А я буду пока называть, а ты потом покажешь. Хорошо, хорошо. Смотри, вот у Exacration, получается, у них ранги чуть-чуть пониже в среднем, у них у Carry 195, у Midder 72, у 3-ки 150, у 4-ки 172, у 5-ки 207. Если мы говорим про SMG, то у них Mid1 сейчас 106, Moon на мите 16, Raging Potato 280 на троечке, Ахфу 125 и Роджи 85 на пятерке, то есть у SMG там в районе 100. Отлично, ребят, наверное, когда у тебя, типа, два саппорта имея там в 100 или около 100, это очень крепко. Вот, и по поводу этого, последнего матча у них же был, если я ничего не путаю, против бумов. Да. А как бы был мы 4-0, как бы проиграть им, но ничего страшного. Эта команда должна же быть жестче, чем остальные. А вот Exacration единственный свой матч проиграли мы тебе в этот раз. Тут как раз-таки вопросики возникают. Но, а зато они обыграли не он. Но у него до этого шли 0-3. Да. Все проигрывали, они приобрели фнатиком. А фнатиком проиграть, это не понятно. Ну, не понятно, знаешь что? Долгое время же хуже, что были только инстинкции. Да, возможно. Вот сейчас как раз кинтинкции на это хуже всего проиграть. Хотя вот Иван проиграли не он, кто знает там, что сделал Чуань за новогодние праздники. Может быть, мозги их правил ребятам. Кажется, конечно, крайне мало, но посмотрим, поживем, увидим. У нас с тобой никто никуда не торопит. Нет, можно съедить, саждаться дотой. Так, ну, а псы вроде друг друга не не спалили. Рубик тут вряд ли придет поставить центрячок на шару. Хотя, подожди, а можно же сейчас спокойно пропалить, если угро пойдет под вышечку чекать. Можно, можно, на то, на час. Оп, ну тут типа эмбер. Опа, развелин сутряк. Неприятно. Эмбер, потому что там типа эмбер, то есть ты не знаешь. У тебя вышка такой-то, потому что он уже видел, или все-таки потому что варс стоит? Но, скорее всего, драки у нас здесь не должно быть, хотя медвам, по-моему, сжатничать не все-таки. Кстати, кстати, по поводу этих вардов, я видел пару раз, как ребята обузили тем, что птицу отправляли в такую точку на бисмастере на первом уровне. И пича заходит, ловит орехи от вышки, ставит центря, а варды нет. Ну типа, только птица висит. Неплохо. Ну, в любом случае, обычно на центр ее отправляют. Мне кажется, здесь просто подождали, пока она пропадет, как раз-таки. Может быть. Я вижу тоже, что это точно синие, нормально уже. Разводит своих соммином бисмастер. Один туда, один сюда, что-то туда вот. У нас как раз-таки получается, бис с гримом на сложной линии против Ланая и Агра на центре у нас все-таки Эмбер Квапа. А на топе получается ТБ вместе с Бэйном против Тайда и Рубика. Вот, возможно, сейчас внизу у нас какая-то будет. Нет, ну скажем, здесь будет просто напрягать. Огр сейчас будет гонять просто и грима, и беста. Хотя тут как будто, знаешь, за последнего хотят они тут все-таки не только на прячь, может быть даже ФБ сделать, но это будет крайне тяжело. Это будет тяжело отдать, да, потому что у него нет стана, сейчас только замедло. Кирим, очевидно, не в своем в ответ, если бы эта плачка поехала дальше. Дальше уже, смотри, с кабаном как бы огурни умер. Грим пожалел. А вот на топе у нас ТБ уже форму потратил. В принципе, на первую пачку, ну, 3-1 нормально, в принципе, начало пойдет. Понятно, что он тут никого пробить не может, максимум чуть-чуть Рубика, и то там тоже 4 армора, и Ферик, и еще как-то расходников много на старте. Так что сугубо на пачку потратил форму. В принципе, у нас оба кэмпа... А, нет, подожди, у Дайр получается разблочили кэмп, я так понимаю, большой анатопия, а Рейддит маленький заблочек. Да-да, снизу вообще еще не трогать. А мне кажется, и тут и так на Лиде хорошо. И уже хорошо, но просто это довольно странно, потому что это парка, можете пофармить хорошо с пси-блэйдами, и бестмастер это дело тоже любит. И в Голобе, глобально не хочешь иметь большой спот, потому что он не рекламу, его может вести, либо может... Ну, когда будет динатором, просто не нужно будет далеко идти за другом. Как раз и поворот на месте. А сентряка не поставили на линии, она уже был вкачал, или просто так заранее поставили, видимо? Да, видимо, заранее. Может, вард чекали. А Огр тут очень хочет кабанчика забрать. А, забрал, сужусь. Ну, тут Грим немножко не доиграл, он раньше времени тычку дал. Ну, пока более-менее спокойно у нас начинают. Единственное, что Клопа пока не добивает крипов, лучше Эмбер стартует. Вообще, Мун как раз-таки вот в последнем матче против... А там Бэнгетт убирать должен, похоже, на топе не добил Тайт, придел. Ну, ладно, приходит Рубику добивать, не страшно. В любом случае, ФБ. Что это? Я пришел и тестировал. Так, у нас еще... Смотрите, сразу, что трансляция с ДТБ без задержки, поэтому если вдруг есть такие моменты, которые им не нравятся, могут писать. Мы сразу пофиксим, как обычно. Я больше скажу, даже не на один канал, а на три канала. На три канала, да, я даже в краске один измелся. Доносим информацию в прямом эфире. Так, но возвращаясь к игре, тут уже обвелатился немного с этим ФБ. Но я Бэнг был выделен, но камер на нем стояла. Сейчас вот смотрю на Тайтхантера сверху. У него есть вроде стики, так что, наверное, живет. Если бы у него оставалось. Пассивку пока брать не хочет. За счет этого, наверное, они Бэнг тогда и попинали хорошенько. А будут ли бегать стаки делать? Хоть Дайр, хоть Рэддиант. Обычно в четвертой минуте хотя бы кто-то дергается. Или руны помочь на центре забрать. Ну, если бы я не вернусь линию. Да, снизу можно забирать, как-то надо, как раз, и под кабачку. Попал перед эфиром Кодинсвелл, и уже поздно. Убер возвращается. Он то ли от водок хотел сделать, то ли что. Параллельно еще все-таки Тайда добили. И ручьи на ругаем, смотри, если бы забрал в себя. Я не просто постоял бы, и получал лишний петчик. Живет на развороте. Нет, он мог стать под вышками, как-то Бэнгакин. А там первый текенец. Там, да, я что-то хотел бы урон. Там лифт, то есть он бы дал один орех. Один орех, он допускал возможное, что-то из Бринца. Куча находится. Там не было, но я вот допускаю, что у него не было времени подчеркать нормально. Ну, в общем, пока команда у нас площадь придерживается линия, никто пока стаками не занимается. Пока, с другой стороны, это ИТБ может выбрать с другой стороны. Это Илоная. Боб на центре пошел до конца, по-моему, за Моном. Даггером ты попал, самое главное. И, возможно, уродом вот кероза. Да, он прыгнул под вышку. Ну, заслужен. Это пауз, красава. Вот, если вы, например, там парка умирает. А это не только одна там парка. Кажется, Огр пойдет за компашку. Кабан, правда, погиб, поэтому за медла не хватает, а он все-таки толстая тушечка. А ему хорошо. Ну, только я заговорил о том, что да, у нас как-то не особо активный. Да, ты что-то, доль-доль, как пошли, фраги прям посыпались. Праги посыплюсь, напанаторсами, я смотрю, 2 500 бестмастер, 2000 и темпларки. То есть свою линию режима, это уже очень плотно продушивает. И это без доминатора. Типа, а что делать, когда он появится? А дальше ты будешь, не знаю, оставлять саппортов на лиде, просто ради экспы, а будешь смотреть, как будет вышка падать. Звучит, не очень вкусный, все там, ну, 8-9 ее доломает. Бера, когда приехала. Под нее вот выйти, ты будешь опять убить. Прямо счастье, напасть. А вот, по-моему, и пошел как раз Киакфу уже за темпларочкой, очень легко лифракши снимается, но вы, конечно, все так качество, но надо еще как-то снять с себя этого, все-таки, дергучка, как я люблю называть. Ну, Акфу-то, похоже, застрял здесь, все, отмена нападения, при этом можно спрятать еще рэнф от этого. Огар, Игнать, правда, подкачься, а телекинезис, езжешь. Я уже думал, не прожмет. Это легкий фраг должен быть на рэгене, потом, а потом, это Бэнда, вышел. Вышла Бэнда. Сколько он еще бегать будет? Бэнда, я смотрю, жмёт стигню, типа, много, да, этот, скажем, скажу, хэлла фаренвилд, а что у нее плюс армор, то есть хапариген, это парк, как убьет, просто физой, ты просто датишься, стильности, и усложняешь, упрощаешь линию для себя, и усложняешься противника. Знаешь, за что я еще люблю, когда ты можешь отмотать на парк, смотри, как он погибает, она прыгнул, в общем, за руны, а ее забрал бург, еще и была их хаста, так что, по факту, если не откатывать назад, то там погиб Тайдхантер, и сейчас Симун пытается в Солос Прайс еще и с Клопой, и чуть-чуть его не хватило, чтобы ее добить. Расскажешь, интересно, как-то, он именно 7 уровень, 1, 2, 3, взял именно Флэнгард, хотя все стараются брать к 7-му, 4-й слабо-фист. Видел бы немного, видит какое-то свое, да, мне, ну, на 1 чины я точно за, потому что в Клопп, это всегда хорошо, да, то есть любой рут-эффект не мешает еблинковаться, это может помочь. Но вот то, что вот дальше, дайте посмотреть за мыслью игрока, как он показывает это все делать. Вот в игре, говорит, я взял вот так, и сейчас покажу, что будет. Выиграл, проиграл, что ты сделал. Скачал как-то по-другому, говорит, сейчас покажу. То есть ты не на словах ему доверяешь, а он именно показывает. Это круто. Ну, конечно, лучше на деле показать, не только на словах. Так, а что у нас там Мидван? Идет ли в лес? Хотя вот приходит Клоппа, я думаю, даже вне зависимости от того, он погибнет здесь или нет, в принципе, в лес, наверное, можно будет и уходить. Тампларочка то же самое. А, ну все, да, как раз кинулся восьмая минута по классике, хотя на центре сначала Агря, наверное, можно будет запуск кусочек, пожечь, армор тут его никак не спасает. Да, и в принципе, есть уже арба апнутая у Эмбера, так что очень хороший фраг, приятненько. Да, снизу метр отрабатывает, вышку забирает Рыжик Паттейта, сверху. Можно успеть за дефт, я думаю, будет пофигу, они никуда не пойдут. Но там Эмбер еще центра будет ломать немного. А вот это, как раз, как раз, как раз, как раз, хотя дефт и до два героя здесь. Но Огар дать Кантер, мне кажется, не самый лучший, тем более, как на 5 уровня пока нет. Да, 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 только сейчас. Не лучшие цепляторы на районе. Ну, была бы Квапа какая-нибудь еще рядом соник Вейвом оттайп получает 6, в принципе, можно было кнопки нажать, а так, опять же, флэнгвард, по-моему, да, у него еще активный был. У него, да, сейчас он 4 уровня уже очень много дает эффективного шп, можно взять для обрака жать. Бо, как раз, здесь. Ну, да, все. А как бы ты все еще нет, да, все и один, ну, второго, конечно, долго пинать, но, как минимум, агроза малили, как мы его сняли. 3, деньги, фрик, спай, я просто краски занимался тем, что смотрел прирост силы для имбирспирита, потому что я гляжу на его слоты, ну, типа, не очень много, плюс силы, а 1200 хп. А, как раз таки, чем у тебя больше здоровья, чем тяжелее, вот сделать эти вот вещи, формат ревы, ультимативный, там еще, что, да, больше, он не сам и промахнулся. Рыбский лов накинул на крипа, я видел, я видел. Ладно, я там что-то на крипа, чуть не убираю. Разовый выиграет маску, так что все, все мог стать какие-то форманул деньги, денег за работу. Проблема лишь в том, что у них все три линии, кор, персонажи, проигрывают, такими же кор, персонажем противника, то есть, кэри сильнее, у СМГ, типа, у Фоймерс, сильнее, иметь сильнее, сейчас еще и комбинации работы, свои тэхантеры. По классике, СМГ начинает за здравие, да, да, вот еще и привязочка пошла, вот на физгриб не хватает ман, так был бы красивый двойной, но... Да, это край тяжело пробить, раз пошел здесь уже Иваная, Бэй направлением тоже пинают, по-пасу них Бэй по двоим мог быть, но Эмбер не цепляет, а там еще и Рубик параллельно в Соло бисмастер убивает. В итоге размен только саппорт. Размен саппорт, но размен еще ревейджа. И Рор. И Рор. Рор, мне кажется, все-таки, поскольку таргет не спел, не так сильно влияет на файл, а вот то, что сейчас Огра потеряет защитный раз, это уже нехорошо. А если Мун погибнет? Опять же, Мун должен... Но решение нажимать, я понял. Все, все нормально. Осознал, понял, принял. А у хотел вперед, ревнат и назад, да, уйти. Но могут теперь, мы просто идти, в конце концов. Так, плюс Огра. Все-таки его давили. Но, опять же, уже не такой крутой лидера. Ну, хотя пришел ТБ, возможно, еще вышку буду удастся забрать. Такой-то стоит, формы есть у ТБ. Ну, потачишь вышку. Грубая, конечно, есть сейчас. Страхов фейс, и он много дебиджа может дать. Но может Карла и умереть, потому что фингри пошел. Как раз керевджи нет, Кентавр с дополнительной контролью выдает, Инксвел на Кентавра, тает, здесь будет рассыпаться. Хоть что на этого или нет, вышка за компанию пойдет, ну, она и особо с капой даже не дергает. Вот он, Телефон, у другого не был. Во что у нас ТБ выходит? Он, Яш, я так понимаю, везет. А, Dragonlance. Нужно ли здесь Монта? Клопа Орхид делает? Нет. Все-таки Саша Хайя будет. Так что, наверное, Монтул можно и скипнуть. Ну, Яшу взять, не взять. Это уже он сам посмотрит. Ну, просто у тебя Сайланс будет вешать, что-то Кларка на весь шарт возьмет. Пальц, так пока, там Огр, опять страдает. Это для бедняга, не знаю. Space Creator просто отбор из всего. Так, а вот Клопату даже прыгнула. Опять же, Аху заберу. Думает, Муна, шикарно. Четко. И Рунг, еще бы неплохо ему проконтролить. Бэйн, помочь. Да, хорошо. Ринан тратится, но это, опять же, не страшно, хоть он был последний. А сейчас, может быть, и страшно, потому что очень сильно изменило от Раппы, от Рубика тоже тут парочку скиллов. И, может, он погибнет, все-таки, за эту рубашку. Ну, это тоже не очень хорошо. Но он не нажал ее, поэтому он ее вроде бы подцелил. Ну, с другой стороны, погибли. Погибли плохо то, что... Ну, мог и нажать, трону, мог бы быть хуже. Это, конечно, этот. Нажать на 100 хп бкб, получить какой-нибудь чистый дэмэдж. Ну, по сути, вот говорили о SMG, то, что они любят немножко подровидить где-то. Старты у них обычно хорошие, линии отстоять могут как 50-50, так и выигрывать. Редко заливают. А вот после 15-й минуты, начиная где-то с 12-й, какие-то заливные моменты бывают. Тут пока персональный был от Муна, но посмотрим, как дальше будет. Мне кажется, следующий заливный момент, это как раз-таки от ТБ, который просто собрался в Falcon and Dragonlance и просто левать бабочку. Я понимаю, что реально ворвется, типа, Тедхантер нажмёт рэвэдж, ты ничего не можешь с ним сделать. Нажмёт Клапа ультимативную, и ты умер. Избилует бегать ТБ, у него 100 хп. Ты за 100 хп, да? А за 100 хп. Ну, да, да, да. Ну, я даже, я, вполне вероятно, что в этой репрессии просто забыл. БКБ. Потому что у тебя, у тебя УТБ по базе очень много армора. И всё, что нужно делать, это просто бить противника, не умирать. И в БКБ у противника, сейчас ты скажу, на этом уровне есть быстрых, магических... Сейчас, 340 дэмиджи. Это не очень много, чтобы бить ТБ. Это правда. Я вот смотрю на бисмастер, как его он крифом бегает, у него там дух и Тайдхантер на центре, только что под атаками двух кабанов этого духа. У него бустит был 120, он вообще с места сдвинуться не мог. У него смывается вроде замедло, а оно сразу же... Сразу вяжется новая, да. А там ещё эмбер может. Сейчас минимальный бустит тоже в зонах. Как бегут, может быть, что-то удастся кого-то найти, вот видит биста. Но это должен быть их фраг. С другой стороны, команда здесь рядом, сейчас бы связать двоим, вяжать рост по двоим. Ревеш пошёл в ответку, правда бист. Может кнопки не успеть нажать, даёт двойной рост. При этом, как тут точно погибает, а вот вопрос по остальным. Физгриф пошёл в Муну, украденный Рубит, в принципе, да, он заканчивается. Его сбили, Клопа дальше прыгает далеко за хук. Возможно, это может быть ошибка, если он успеет сработать. Другой стороны, ТБ здесь приходит также в форме. Кланая здесь точно карантри, она здесь никуда не уйдёт. Сониквейф хотя бы по бейну умудряется, как-то команда изменится с 3 в 3. В итоге мидеры делают по даблкилу, но и на этом всё заканчивается. И опять же, я думаю, что в плюс это пошло в первую очередь ребятам из СМГ, потому что у них два коргера осталось живых, которые первая-вторая позиция, а у тебя вторая-третья. Тегхантер, я думаю, в этой гонке вооружение вообще выпадает. Ну и снова, да, у нас тот момент с тем, что и не только Ревеш, но и Сониквейф большой кулдаун имеют, а там, по сути, это только форма ТБ большой кулдаун, ну, Финс Грипп может быть ещё, но в любом случае там почаще могут выходить СМГ, у них, наверное, с этим попроще. Сейчас просто играет, он ничего не покупал всю игру, хоть денег много имеет, да, ну, то есть, и вот сейчас условно осталось ему 600 голды, где-нибудь вышку снесут, что-то ещё сделает, купит себе малыштором. Очень большое усиление, его урон будет. То есть, может ли так же пропаться, ребята, из Изгрейшен? Парк Дизера делает, может, наверное, и всё, из того, что я вижу. Ну, на старте, да, там Тайт вот ещё не решил тратить всё-таки деньги на Физы или сразу Блинк купить. Рубик пока непонятно, то ли Линза, то ли Блинк. Ладно, как-то верно подметил Дизолятор. Квапа вот только-только Каю сейчас довезёт, это единственная шмотка, по факту, которая у него появилась на данную секунду. Ну, как, в принципе, у Эмбера пока болни нет. Квапа тоже пока медленно, но будет усилен. По сути, там и там, знаешь, есть смешанный урон, есть физика, есть магия, есть немножко чистого урона и там, и там. Это хорошо. Баланс какой-то и здорово, да, но есть ТБ, у которого нереальное количество денег, которые вы сидите в команде, у которого два БКБ контроля в команде. Реально может тут очень сильно повлиять на эту игру, потому что вот он такой уже крепкий, и ты не можешь его от зонит от фарма. А вот тут очень далёкий заход ради того, чтобы... Да, что ж, гварди поставить, не знаю, что это делать. Могу группу побить, убить, могут забить. Ладно, Рубик пока выживает, а Бэйн остаётся здесь в итоге. И там, в общем, все время снял просто фармилы и шею. В общем, Space Creator для кого? Для ТБ. Может быть, всех тянули, то есть они не получили информацию, отдали всего лишь пятёрку. Радиент... Пойдёшь, не выглядело как какой-то зафит. Пытались, не получилось. Пытались, да, но... Инфу получили, инфу получили, то есть как-то постояли, что-то стояли. Вообще, так прикинуть, если про возраст игроков, то примерно средний возраст схожий. У команд, у экзов это средний 24, но у них есть игроки 20, 21 и 27-летний. А вот SMG в основном все 26-27. А знаешь, кто самый молодой у них? Самый. ТБ? Да, я удивился, что Мидуан самый молодой среди них. Я думал, ахфу. Не, ахфу, он 100 лет не продать. Ну, там все как бы 25-26-27, но я не думаю, что сам младший будет Мидуан. Ну, наверное, просто у него больше всего достижения, у него больше всего говорить. Может быть, да, ну, то Сильг, игроков, все дела, другая. Самый. О, график пошел спейс-кретить, или ТМ Пларки. Да, вообще не рекормирует кабану. Да, смотри. Аруби, Рубика, да, у него. А он фисами задолжил только что Дергутчику. Берегу, я просто не уйти мотивы, да нет, чтобы уехать. Немножко времени он выиграл. Там на топе Финсгрип. Кажется, сейчас будет сказка. Тайп, реводж. Попа сразу Солик, попытка забрать спинка в сапон, после того, что нужно валить. А на блинк ты не прожала. Возможно, здесь останется из-за этого. Да, пожарничал бортно, а вот сразу убрянутся после того, как дал Соник. А в итоге еще и Кимизу здесь заберут. Он может не купить, а он не купил. Ну ладно, все равно есть, тем не менее, Сотка ушла. Это Бларки проблема, мылдом ничего не заводил. Надо кванов питаться, как-то убить. Не убил. То есть кабаны, получается, не только Аграб Соло, но еще и Ланай. Нему вот огоньку, как придумал, я по двух собратах подвязали. Ну-ка, сюда. Останавливается, да, хотел дальше пойти, ну все, ресурсы закончились, мана нет. А параллельно форма ТБТа все еще работает, можно и Рошана пойти пить. Вот так вот. Там бабочка, я думаю, да, вот потанчик не будет. Я думаю, он еще поменяет, либо на динозавра, либо на дракона, все-таки, как-то голем не особо хочет, глянувши на динозавра. Вроде да, но 15% в хп, если 15% в хп, как раз, какого противника, вот Огар, он только маги бьет, да, то есть лимитированный демод. Еще Рубик лимитированный, у Клопа лимитированный. Пытать Хантер, на самом деле, то есть тут уже вроде как работает. СНГ пока... Даже если что-то пытаются заливать, что-то совсем не похоже на это. Может быть, я думаю, что это просто нет в игре. Возможно, можно спокойно закончить, действительно, до 30-й даже успеть. Опять здесь надо погибать. Радиентс, ТБТ, репрошу, через секунду. Мэлд, так что-то сразу спадает на поте. Можно было ли на развороте все-таки после Мэлда еще какой-то урон внести и забрать мусор. Ну, хотя бы. Наверное, можно было, но Стархантер, опять же, отдал рэбет, шпопа отдала ультимейт в саппорта. Все это в топе было, и у них все еще кулдауны. Ну, так, сразу у нас постоянно получается, что и одна и другая командности кнопки дает в итоге, когда они у нас по-новой сталкиваются, может оказаться так, что вообще ни у одних, ни у других нет. Сейчас есть все абсолютно, что нужно. Это великолепно просто тайминг, клопа ошибается. И еще твоих подцепили в саппорт. Ну, пошла с пикагомбин гриб. Хорошо, да. А как я не напишу, что получается? Да, могут. Я бы не писал. Я просто смотрю на гримы, которые сейчас все шарф купит. Я смотрю, там не бисмастер, который БКБ шарф, да, то есть. Я думаю, тоже 20-й шарф сразу доберет. Доб контроль появится еще из птицы. А я думаю, вот дать, почему деньги не тратят. А он огоним хочет купить, вдруг там базу падает. Ну, а для туши. Вообще, конечно, это база. Сейчас вы очень быстро ремонтируете. Вот без того, когда этими иллюзиями сильными. Нет, ну, можно надеяться, что там пока форма ТБ закончится, еще хотя бы трон останется, может быть. А нет, уходить никуда не собираются. Главное, под фонтан не зайти. Рэвочки есть. Но давайте это с другой стороны, хотя бы пока форму потом не будет. Успеть забрать до Сандера успевают. Однако Бейт живет и строго, что-то здесь он срубит. А Ягер, я слышу, это не самая хорошая идея, вписывая в Сандера и Сандера и Сандера и Сандера. Он все без формы, поэтому он будет убегать, скорее всего. Вот еще Муну забрали под фонтан, можно задать, там оборвалась в толпу и доход. А можно оху забрать за то хотя бы. И дальше разбивать, разбивать, если только Кабаны подпустят. ОТБ, наверное, он еще и Сандер успевает, дать Тайдер. Там не очень было было нажать, ничего же не может нажать, по опернице минус 2. И можно идти до ломать трон, можно это идти, по отфармить, что угодно можно делать. БКБ, ОТБ, вот он его реально все-таки следующий сатом уже взял. Подумаю, да, только берешь бабочку, идешь на Рошана, проводишь файт сразу с этим Рошаном и покупаешь БКБ. То есть тупо 4 тысячи фарма, из ниоткуда. Натбэк. Итого у тебя команда 14 ведет, у тебя перевес над первым преследованием почти 5400. И как тормозить вот этого ТБ, непонятно. Который сейчас еще доберет 20 и возьмется, возможно, та игра, в которой реально нужно было взять правый талант. Просто ради уплотнения. Но, с другой стороны, байбеки были только от саппортов, значит, коры смогут что-то докупить. Тайд наконец-то купит, а гоним себе. А это только лишь одна сторона от Т4. ТБ, они вроде разочек убили. То есть, ну, если СНГ, как-то, я не знаю, знаешь, там, четвером по одной линии от АБ там в соло, куда-то бежит и его убивает, то, в принципе, еще немножко затянуть могут их закрыть. Хотя бы до 30-й так затянуть можно. Попробовать можно. Смотри на Эмберспирита. 5 голды не хватает до БКБ ему. Надо зайти по Т3. Нет, там можно зайти по Т3 и погибнуть там без БКБ. Мне кажется, уже под Т4, а то и под фото надо лезть. Слишком плотные персонажи, опять же 20-е стукнуло, да, то есть шарды куплены. 1, 2, да, да, шарды куплены. Вообще, он так уверенно бежит, как будто он реально до БКБ хочет забежать. С другой стороны, у него там еще в банке БКБ, нет, все-таки, отошли, ой, не БКБ, а ДДД. Но он отходит все-таки за БКБ, на уверенности, чтобы заходить. И там еще, вон, первый литмойтор появился УТБ, так что это уже 3К, ХП, под ПТ на силу. И начинает сокрушение базы, а ГРА за кампанией. А вот она, окажется, следующая. Ну, скорее всего, будет конечная, у нее баха-баса не имеется, естественно, Эмбер ее просто соло убивает. Да, ты дальше проверка, грубик, опять же, не важно, там все на байбах не имеется, но их байб чисто накидали хотя бы в тукат, чтобы пытаться забрать Муна. Но это... живет Рубик хотя бы. Но это страна. Под Т4 залез. Подцепили у нас клапун. Гайвач, поздновато. Ну, на этом должно все, как теперь, да. Теперь ГГП. Просто, что ДФС нечем, что делать непонятно, очень крепко, конечно, развал, вышел, пошел еще вперед, Миллан дает, Сандер напоследок. Хотят добить, Хантера, и шансы были, но не успели. Какая-то сливка в короткая игра. 23 минуты, очень плотно, ну, подрафтать тяжело, то есть, если бы ребята из экзекрэйшен как-то лениться и лучше постояли, Копа была бы при деньгах, я не знаю, этот Хантер бы не отлетал к Череняре два раза на линии. Возможно, шансы бы были. Но они же все это сделали, в итоге у нас 2500 бессмастер бегал на Тверсе, 2000 темпларка. Как ей камбэк? По итогу, знаешь, заливных моментов каких-то SMG не было, там что-то Эмбера далеко пер, его не наказывали, и как-то так, SMG вроде как и пытались, а по итогу это все спокойно прошло. Это при том, что у SMG, то есть, смотри на Бэйна, вот, после матча таблицы, скажи мне, что тебе здесь не нравится из того, что вот, обычно, ты выезжаешь у других игроков, у них все хорошо, а у этого почему плохо? Загадочка такая небольшая. Именно у Бэйна? Да. Делал явно не в уровне, не в счете, ворды покупал, нанесенный урон, полученный урон. Смотри, он третьего левела Дота Плюс. Это самый метовый саппорт этого патча, это самый метовый саппорт этого патча, у него вообще не сыграно, ну, ноль этих пабликов, ранкидов и так далее. То есть, максимум, где он играл, это на праках. Хорошее, замечание хорошее. Потому что вот есть, например, Тедхандр или Темпларк, который пятого левела, у них, может быть, не куплен Дота Плюс, тогда на пятого типа лодчится, это я все выяснил уже. Третий это вообще никак не объясняет. Ну и Мидван в шестой ТБ тоже довольно интересно, потому что шестой от пятого это чуть-чуть. Вот, то есть, это самый метовый саппорт патча, и он просто не играет на нем. Про Мидвана можно сказать, что он какие позиции только не перепробовал, так что ТБ там, возможно, явно не в числе первых у него. Да, что, мы с тобой сейчас потихоньку ходим на паузу в ожидании второй карты. Да. Тебе же должна где-то быть где-то скоро. Ну, самое главное, она уже началась, раз нет лобби. Ну, вроде как, да, из того, что я вижу. Она вообще просто подъяснил, нет лобби, она уже либо стартанула, то надо нажать просто. Смотри, я вижу по адеквату, что стартанула. Тогда я жму Watch in Game и Lobby Not Found. То есть, она стартанула, но как бы еще нет. Тогда что, мы подмутываемся и вернемся после небольшой этой музыкальной паузы.